Не, я понимаю, что тренингов публичных выступлений стало уже очень-очень много, они прям буквально везде, но отчасти именно поэтому я и сделал еще один свой тренинг, потому что чему чаще всего учат на этих тренингах выступлений? Ну, как правильно жестикулировать, как себя подать, 18 способов начать выступление, куда смотреть, как стоять? И, ну, во-первых, есть исследования, которые говорят о том, что вот это излишнее внимание к себе на сцене портит выступление, ну, а во-вторых, мы с вами все видели этих самоуверенных говорунов, которые на самом деле произносят банальные и скучные вещи. Вот я решил с этим побороться, и моя идея состоит в том, что спикер прежде всего драматург, то есть используя правила и законы драматургии, которые есть, законы драматургии, мы можем с вами сделать филигранную, композиционно красивую историю, которая увлечет и спикера, и зал. Это первая часть. А вторая часть — система Станиславского. Тут у меня есть моя личная история. Я шесть лет индивидуально занимался с педагогами-профессорами из ГИТИСа. Зачем? Это я расскажу на тренинге. Так вот, Станиславский говорил то же самое, что именно внутренняя увлеченность истории рождает органически настоящую эмоциональность и настоящую внутреннюю харизму, дает ей раскрыться. Вот, собственно, этим и будем заниматься на тренинге. Если вы разделяете идею о том, что внутренняя, содержательная рождает хорошее внешнее, приходите, займемся драматургией, займемся системой Станиславского и чуть-чуть совсем расскажу про технику речи, которыми самому часто не хватает. До встречи. Увидимся. Продолжение следует...